Так, ну тогда, Артем, мы с тобой меняемся местами. Да, да, мы меняемся местами, я продолжу. Собственно, тоже расскажу пару своих советов, дам. Очень жалею о том, что в свое время, когда мы начинали снимать этих советов, мне дал нам кто-то, тот человек, который был постарше, вот я уже случайно переключился, тот, кто был постарше или имел больше опыта. Я постараюсь сейчас вам передать уже всякие фишечки и секретики, которые в съемках важнее. И очень часто начинающие блогеры, операторы, видеосъемщики, ютуберы, блогеры и так далее, перед ними стоит всегда очень большой вопрос, что покупать, какую технику покупать, как снимать, а что важнее и так далее, и так далее, и так далее. Вот я, собственно, в этом быстром блоке хочу отразить все те моменты, которые вам помогут в будущем не тратить лишних денег, а если и тратить, то только на важные. Суперважный вопрос, с которого бы я начинал, это свет. Если у вас стоит вопрос, покупать камеру или свет, я вам скажу покупать свет. И вот почему. Когда вы купите профессиональную камеру, которая будет стоить, скорее всего, там тысячу и более долларов, вы все равно встанете перед вопросом, что вам нужно будет покупать дополнительно свет. А если у вас уже есть какое-то мобильное устройство, пусть плохенький фотоаппарат, любой зеркальный, которому, не знаю, у меня есть фотоаппарат, который, наверное, лет 8-10 назад покупался, при качественном свете мы можем продолжать этим фотоаппаратом снимать еще десятилетия, и в качестве мы не будем уступать. Я не говорю сейчас про какое-то художественное кино, я не говорю про кино, которое снимается в кинотеатрах, для кинотеатров или там для стриминговых платформ, но выдавать, условно говоря, Full HD видео вы сможете при наличии достаточно хорошего света. Поэтому мой самый важный совет – покупайте качественный свет. Количество источников света, я в данном случае говорю не световых приборов, а источников света, которые вам нужны для качественной профессиональной съемки, в которой часто ютуберы снимают сами себя, вам необходимо три. То есть это свет, который будет светить вас впереди, свет контровой, который будет вас отсекать от задника, в данном случае вот этим контровым светом частично у меня является окно, и свет, который будет создавать какую-то атмосферную картинку на экранах. Я думаю, вы очень часто на ютубе сейчас видите видео, в которых есть какие-то цветные фоны, цветные заливки, красные, синие, какие-то фиолетовые круги на стенах. Вот это как раз вот этот заливной симпатичный атмосферный свет выполняет вот эту работу. То есть тем самым даже самую простую стену, как, например, у Сергея, можно было залить каким-то цветным светом, и он бы сидел в достаточно приятном, необычном, как вам казалось бы, со стороны места. Вот я, собственно, обращаю внимание на том, что свет – это супер важно. Качество, количество света – это вообще очень длинный и долгий вопрос. Я что-то смогу, наверное, посоветовать потом скинуть какие-то обзоры или скинуть какие-то варианты построения световых схем, их тысячи туториалов на ютубе. Я не буду здесь ничего нового, тратить на это время не буду, не буду рассказывать ничего нового. Ну, в целом, если говорить про какой-то поход на качественный профессиональный свет, то это около тысячи долларов в этот свет вам выйдет. Если вы хотите сэкономить или получить какой-то вариант попроще, самое простое решение – это световое кольцо. Внутри светового кольца вставляется свет, вставляется видеокамера, телефон или любое другое снимающее, записывающее устройство. Он засвечивает вас красиво, вы получаете интересный формат света у вас в глазах, вот эти красивые кольца, которые многим блогерам, инстаблогерам и бьюти-блогерам нравятся. И, в принципе, вам его достаточно. Если говорить про другое, то это какие-то зонтичные системы, там тоже достаточно большое количество производителей. Если будут какие-то более точные вопросы, в принципе, готов на них ответить. Переходим дальше. Что со светом? Я в данном случае говорю о том, что свет очень важный. Нужно, собственно, в данном случае я перехожу, чего нельзя. Я бы сказал следующее, что нельзя снимать, это как бы табу, если в этом не заложен какой-то художественный смысл, снимать напротив окна. Я сейчас, в принципе, даже очень просто это продемонстрирую. Вот я вот у себя выключил передний свет, который светит на меня. Сзади окно получается светлее вообще, чем любая картинка, которую сейчас вы видите. И получается, что есть большое световое пятно на окне, и в целом я потерялся. Вот, собственно, если вы будете снимать вообще в целом, повернувшись на окно, то вы вообще потеряете какую-либо картинку. Быть может, сможете, все будет зависеть от самой камеры, сможете получить какой-то более или менее кадр, но ничего хорошего вы из этого не получите. И все рассказы, все вот эти сказки людей, которые говорят, мы потом на монтаже спасем, я вам могу сказать так. Как мы не пытались, что мы не делали. На монтаже спасти плохо снятое видео невозможно. Можно попытаться его как-то там заблюрить, где-то можно попытаться там какими-то фильтрами, плагинами очистить. Но если это откровенно плохо снятый материал, его ничем нельзя спасти. И, в принципе, наверное, и не стоит тратить времени на то, чтобы, ну, просто самообманом заниматься, вы практически себя уговариваете. Ну, ладно, потом попытаемся как-то спасти, потом никак не получается. Вы тратите на это сумасшедшее время, ресурсы, нервы. И на выходе понимаете, что да, проще было качественно снять. Вот, собственно, я про это и говорю, что лучше подготовиться, уделить этому 10-20 минут, выставить качественно свет и потом не грустить по этому поводу и не умолять монтажера хоть как-нибудь спасти ваше видео. В целом я могу сказать, что монтажеры недостаточно хорошие ребята, но они не волшебники. Они не могут спасать откровенно плохой материал. На что снимать? Вот, собственно, самый важный вопрос сейчас. На что снимать? Если, я скажу так, если у вас есть хорошие источники света, то снимать можно на что угодно. Все зависит от того, куда вы это будете транслировать. Если вы делаете видеоблог, любой современный более или менее качественный телефон может снимать спокойно. Но обращаю ваше внимание, мы возвращаемся снова к вопросу света. Я думаю, каждый из вас обращал внимание, когда вы ходите на солнечной какой-то шикарной площадке, делаете фотографии, она вам очень нравится. Это одни из самых ваших любимых фотографий, где есть какая-то интересная игра света. Соответственно, там все достаточно резкое, сочное, в цветах и так далее. Когда вы заходите в какой-то там, не знаю, полумрак, подъезд, под дерево становитесь, эти фотографии вам не так нравятся. Они, скорее всего, более грустные, более, менее красивые. И это, собственно, все связано с качеством освещенности самого объекта, который вы снимаете. Собственно, об этом я еще раз и напоминаю, что если у вас есть хорошие источники света, вы можете снимать на любой айфон, на любой современный телефон, который там стоит хотя бы, не знаю, 500 долларов плюс, хотя можно и дешевле. Очень большое количество зеркальных фотоаппаратов, которые уже сейчас там стоят порядка 500 долларов, вы можете спокойно на них снимать и получать качественные материалы при наличии качественного источника света. Я, собственно, основной месседж, который я вам и хочу в данном отрезке моей презентации донести, в том, что первоначально все-таки свет. Даже в учебниках по монтажу и всевозможных туториалах многие говорят, что для того, чтобы получить качественное видео, вам нужно качественный задник, качественный свет и интересная история. А уже, собственно, сама видеосъемка, это уже технический момент. Если у вас будет это все, вот я вас уверяю в том, что вы придете с любым мобильным телефоном и снимете качественный материал при определенных условиях, которые я тоже дальше расскажу. Что важно, очень важно для съемок. Для съемок точно так же важны стабилизаторы. Современных стабилизаторов, если говорить, допустим, каких-то пять лет назад всего этого не существовало. Это все было очень больно, грустно, супердорого. Приходилось выдумать какие-то костыли, делать какие-то самоделы. Сейчас это все гораздо проще. Минимум, что у вас должно быть, это тренога. Самое лучшее, что у вас может быть, это стабилизатор. Вот как раз на этой фотографии виден один из подобных стабилизаторов. Если не ошибаюсь, именно вот этот стабилизатор, это стабилизатор компании DJI. Его хватает с головой. Ценник на этот стабилизатор, ну, если мне не изменяет память, там порядка трех-четырех тысяч гривен, это там 100-150 долларов. 100-150 долларов. Я вижу там какие-то вопросы сейчас. Попытаюсь их еще увидеть. Это не вопросы, это я скинул подборочкой. Да, да, да. Так вот, стабилизатор супер важно, супер нужно. Для чего? Потому что вы просто снимаете с себя дальнейшую голубную боль в том, каким образом потом спасать этот трясущийся материал. Потому что чаще всего фактически стабилизатор это такая защита от человека, который не умеет, не знаю, ровно держать телефон. Поверьте, для многих людей, которые снимают на телефон, чаще всего не важно, снимают они трясущимися руками или нет. Они в этот момент, когда не снимают, они как бы очень находятся в эйфории, им нравится, это они вот что-то хотят запомнить. И потом в целом для домашнего видео этого достаточно. Будь даже оно и трясущееся, потому что человек все равно смотрит не на тряску, а на те воспоминания, которые он запечатлел. Когда мы говорим про профессиональную съемку со стороны, так называемую репортажную съемку, там важно, чтобы картинка была стабилизирована, потому что, опять же, да, современные видеоредакторы позволяют спасать картинку, где-то стабилизировать кадры, но они тоже не делают чудес. Если вам нужно спасти какую-то минимальную тряску, да, это возможно. Если у вас просто там вертолеты, то вы это уже просто не спасете. Опять же, если так не было задумано, то есть если вы едете, если в вашем сюжете есть условный момент, в котором вы едете в автомобиле и снимаете из автомобиля, то там понятно, что картинка будет трястись, и, быть может, даже трясущаяся картинка из автомобиля создает атмосферу присутствия, что я нахожусь в автомобиле и снимаю, да, если это не задумано. Во всех остальных случаях очень важно использовать стабилизаторы. Моноподы и треноги не могут стабилизировать. Да, с моноподами и треногами можно делать кое-какие там пролеты, развороты, они гораздо более удобные, но стабилизаторы, если говорить про съемку самого себя, я считаю, что это лучшее сейчас решение, которое есть на рынке, и стоит оно абсолютно подъемных денег. И я считаю, что для человека, который как минимум ведет свой блог, это просто must-have, это вы должны просто обязательно иметь у себя в наличии. Итак, я сейчас вернусь, я сейчас вернусь, я посмотрю, есть ли у меня, да, я возвращаюсь к своему первому, к первому своему слайду в презентации. Собственно, переходим к вопросам, сервисам и полезностям, которые вам понадобятся. Хочу первым в своем разделе про видеоредактирование обратить ваше внимание на два сервиса. В данном случае эту презентацию я, собственно, дал организаторам. Здесь кликабельные заголовки. Здесь я попытался расписать, собственно, какие полезности и что хорошего в этих сервисах. И сейчас подробно вам расскажу. Значит, Kinemaster — это сервис, которым я до сих пор пользуюсь. Ценник его порядка двух долларов в месяц. Могу вам сказать, что в целом ничего качественного, ничего качественного в мобильных решениях в принципе не существует бесплатного. Единственное повезло владельцам айфонов. У них есть iMovie — это в целом редактор, который позволяет достаточно простенько монтировать какие-то кусочки. Там есть переходы, можно нарезать, добавлять текст. Но опять же, я говорю, что это такой все-таки больше любительский формат ведения блога. Его очень часто многим хватает. Но если мы говорим про какое-то современное видеокачественное, достаточно мощное, снятое с большого количества видеокамер, где нужно совмещать звук, где нужно интересно накладывать эффекты, титры и все остальное, то мобильные решения под это не очень хорошо подходят, потому что они все-таки являются мобильными, потому что рендер видео — это достаточно длительный процесс. Это все очень серьезно зависит от мощности вашего телефона, от качества съемки и так далее. Но Кинемастер — это один из тех, которым я пользовался и могу его рекомендовать. Там все достаточно просто, нативно, интуитивно. Я не буду сейчас останавливаться на его инструментарии. В целом могу уверенно сказать, что там можно записывать видео, монтировать звук, монтировать видео, добавлять картинки. Там есть автоматические переходы, там есть фильтры. То есть все, что вам нужно для того, чтобы базово монтировать видео. Напоминаю, что ценник у него там порядка двух долларов в месяц. Если говорить о том, что я бы рекомендовал или в чем работаем мы не мобильного, то это однозначно пакет Adobe Premiere After Effects. Мы, собственно, первые видео капшены делали в After Effects, и потом сделали себе темплейты, так называемые, сделали себе заготовки, которые передали просто нашему монтажеру, которые теперь используют их для монтажа наших капшен-видео. В целом, все сначала собиралось в After Effects. Это немножко не редакторская программа, не для того, чтобы редактировать видео, а больше делать эффекты на видео. Поэтому мы упростили тем самым работу с видео. Почему мы используем пакеты Adobe? Потому что, пожалуй, единственная программа, единственная компания, которая дает под ключ такое большое количество инструментов. То есть там есть иллюстратор, есть Photoshop, есть After Effects, есть Premiere, эти все программы работают друг с другом в пакете, они между собой завязаны динамической связью. То есть, если, например, я вставляю какой-то файл фотошоповский в Premiere, я что-то в этом файле фотошоповском тут же открываю его в Photoshop и сразу же исправляю, и это же сразу же обновляется в Premiere, это суперудобно. Ни один такой пакет не позволяет. То есть, если говорить о решениях для Mac, да, был и есть, собственно, очень хороший Final Cut, есть еще решения, есть еще решения Fusion, всевозможные, DaVinci и так далее. Ну, то есть это гораздо более уже профессиональные, сложные продукты, в них тоже можно монтировать, но туда с разбега не получится. Вот просто открыл и сегодня уже начал монтировать. Скорее всего, так не получится. В Kinemaster у вас получится за день разобраться, а если вы откроете любой туториал Kinemaster, как монтировать или что-нибудь подобное в YouTube, там, тысячи уроков, рекомендую просто сразу же смотреть уроки, в которых большое количество просмотров. То есть, скорее всего, это качественные уроки, в которых ответы на все ваши вопросы будут. Так, следующий продукт, который тоже можно монтировать на мобильном, это MovieAveClips. Тоже достаточно часто вы видите видео на YouTube, которое смонтировано и в правом нижнем углу стоит его ватермарочка, логотип его прозрачный, который, собственно, и стоит ограничением в бесплатной версии. Собственно, в Kinemaster тоже есть бесплатная версия, но когда вы... и какие-то функции, доступные или недоступные, я сейчас быстро вам не скажу, в чем разница будет. В бесплатных функциях, скорее всего, что-то будет недоступно, и когда вы выводите видео, вам будет логотип, собственно, компании выводиться на самом видео. Если вас это устраивает, скорее всего, сейчас действует так большое количество софта, скорее всего, есть какой-то пробный период, там, из разряда 7 или 30 дней бесплатных. Я сейчас не скажу, если у Kinemaster и мы в обеих бесплатный период, я давненько их устанавливал с нуля, для того, чтобы это понять, нужно установить с нуля, но MovieClips, дороже выходит, если говорить о платной его версии, он выходит дороже, он гораздо менее интуитивный в плане нарезок. Мне почему-то Kinemaster понравился больше, но это мое субъективное мнение в данном случае. Что вам необходимо для того, чтобы монтировать на телефонах? А, это мощный телефон, Б, это видео должно быть залито на телефон, который вы монтируете, или хотя бы снимали на этот телефон. И, соответственно, какой-то план монтажа вам нужен, минимальный, для того, чтобы закрыть вот эти потребности, вам, в принципе, хватит вот... Ну, это вот, я бы сказал, топ из того, что я пользовался. Есть еще решение, по-моему, от GoPro, который тоже... Ну, там у него очень большое количество всяких ограничений в бесплатной версии. Я бы не хотел его рекомендовать, как вот прям берите и пользуйтесь. Что еще важного и нужного, удобного в видеозаписи вам нужно? Очень часто вам необходимо записать какое-то видео с экрана на компьютере. Если про мобильные устройства, в большинстве мобильных телефонов уже все встроено по умолчанию, у Apple и Android есть какие-то свои решения, в которых вы просто сразу же записываете свой экран, то на компьютерах это чаще всего супер большая проблема. Вот эту проблему решает... софт, который называется Monosnap. Я им пользуюсь уже не один год. Этот софт я сейчас тоже покажу, как им можно будет попользоваться. Это софт, который позволяет записывать с экрана. Достаточно быстро ставится он в течение одной минуты. Он есть и под Mac, и под Windows. В том числе там можно рисовать, там есть облачка, в которые можно заливать ваш контент. Там даже есть платная версия у Monosnap, где вы будете иметь доступ к общему хранилищу этих картинок или видео, которые вы заливаете. Ну, в целом, это достаточно удобный сервис. Сейчас давайте выйду из презентации, попытаюсь быстренько вам его показать. Быстро запущу у себя его. Я его использую еще в том числе и для скриншотов, но в первую очередь я использую его для Monosnap, для видеозаписей с экрана. Так, сейчас выйду из режима быстренько. Там не набежали пока вопросы никакие. Да, нет, что-то все стесняются. Вот только Дана Буралкиила говорит, что ей очень удобно работать в кинемастере. Да, да, да. Я говорю, что лично я пользуюсь кинемастером. Лично я пользуюсь кинемастером. Это у суперудобный софт. Итак, показываю экран. Я сейчас... А вот, секундочку, есть вопрос от Алтана. Добрый вечер. Какую программу используют многие медиа, делая видео в Инстаграм с титрами? В Инстаграм с титрами? Тоже сейчас расскажу. Есть несколько сервисов, которые позволяют это делать. Если говорить про профессиональные, я практически на 90% уверен в том, что это монтажная программа просто с размером под социальные сети. Если мы говорим про Инстаграм классический, то это липо-двратное видео. В данном случае мы используем 1080 на 1080 пикселей. Если вертикальное видео, то это 1920 на 1080. То есть это классический размер под IGTV для Инстаграма. Я могу сказать, что вертикальное видео сложнее снимать и сложнее монтировать в том смысле, что у вас должна быть очень хорошо набита рука и поставлен кадр для того, чтобы хорошо выставлять его и получать качественный материал. Поэтому мы вертикальное видео практически не делаем. И тоже сейчас расскажу, почему. Так, быстро возвращаюсь к моноснепу. Для того, чтобы мне показать вам моноснеп, показываю, показываю, демонстрация. Вот такая вот. Я думаю, будет видно, да? Видно сейчас экран мой, да? Вот эта вот ячейка, собственно, вот ячейка управления самим этим моноснепом. В этом моноснепе мы выбираем отрезок участка. Собственно, как мы его выбираем? Мы выбираем, нажимаем на ячейку, на иконку моноснепа, выбираем рекорд видео. У нас всплывает вот такая вот штуковина. У нас есть запись видео. Вот я стартанул видео уже. Я могу параллельно делать какие-то стрелочки, указывать. Я могу что-то параллельно рисовать на этом видео. Мне очень нравится в том, что рисование стрелочки со временем, там, в течение, там, 5-7 секунд пропадают. Вы можете делать паузы, рисовать, какие-то штуки добавлять. Тут же ставите стоп. Программа чуть-чуть думает. Она у меня, к сожалению, свернулась. Демонстрация из-за того, что программа свернулась. Вот у меня сейчас уже появился готовый файл, готовый файл, который я могу либо куда-то еще залить, либо сохранить. Это суперудобно. Ничего лучше и бесплатнее я не видел. И рекомендую вам очень пользоваться для видеозаписи им. Так, возвращаю презентацию. Я буду, простите, буду прыгать между презентацией и сервисами, потому что приходится показывать их. Так, видно, да, больше экран? Сережа, видно, да? Так, все отлично. Идем к музыке. Самый важный момент, который есть в работе с видео, это музыка. Чаще всего возникает вопрос, где брать бесплатную музыку? Это всегда очень большая беда. Там сложно, там нарушаются какие-то авторские права. Я очень быстро, бегло вам расскажу сервисы и способы, каким образом можно что-либо проверять. Итак, самые распространенные сервисы, которые, я думаю, многие из вас знают, тем не менее я скажу о них, это YouTube Audio Library. И Facebook Creator Studio. Facebook Audio Library сразу же фишки, особенности. Мы уже просто собаку съели на этом. Много было всевозможных банов, которые прилетали нашему видео за то, что мы там используем чью-то музыку и так далее. Мы, причем, всегда говорим о том, что мы качественно используем ее и всегда выиграем наши споры. Сейчас мы используем уже не бесплатную, а платную музыку. Если говорить про бесплатную, то мы долгое время использовали YouTube музыку даже на Facebook. Вот почему. Когда вы используете Audio Library YouTube, давайте я сейчас открою Audio Library YouTube. Опять же, быстро перелетаем на трансляцию своего. Переходим на трансляцию YouTube. Значит, смотрите. Если открывается у нас библиотека YouTube, здесь мы что ищем? Мы ищем... Вот у меня по-украински, к сожалению, я вам расскажу. В русском языке здесь нужно очень важно указать следующее. Либо вы можете использовать эту музыку бесплатно, либо с учетом того, что вам нужно ссылаться на первоисточник, либо не нужно. Вот, собственно, в этом и кроется вся загвоздка. Если вы выберете видео, в котором нужно использовать, то даже если оно бесплатно вам досталось, вы все равно во всех видео, во всех сервисах, в социальных сетях, в которых вы будете потом использовать это видео, вы должны в подписи к этому видео использовать линк на... И очень важно, активный линк. А как вы понимаете, в Инстаграме, например, активный линк на музыку сложно положить. На Фейсбуке это тоже достаточно... Ну, не то чтобы сложно, но заморочливо. Поэтому лучше выбирать видео, в которых не нужно указывать посылание... Ну, то есть не нужно указывать источник, откуда вы это взяли. Соответственно, нам нужно выбрать без ссылок на первоисточник и вот из этого видео уже выбирать то, что вам нужно. По жанрам, настроениям, инструментам, длительности. И качать... Собственно, у фонотеки здесь, в том числе на Ютубе, есть обновления и по спецэффектам всевозможным. Это не самый лучший источник музыки, я могу вам сказать, но это, пожалуй, один из немногих бесплатных. В чем особенность и в чем его отличие от фейсбучного? От фейсбучного он отличается следующим. Во-первых, фейсбучный у нас находится в... Фейсбучный у нас находится... Давайте покажу сразу же, где у нас находится фейсбучный. Фейсбучный у нас находится в Facebook Creator Studio. У нас там есть раздел с музыкой инструмента оформления. Коллекция звук. Вот он, где находится. В чем его различие с Ютубом? Если ютубное видео вы можете использовать на Фейсбуке, то если посмотреть и внимательно почитать лицензию Фейсбука, то Фейсбук вам дает бесплатно использовать свою музыку исключительно на Фейсбуке и Инстаграме. Вот его самая важная особенность. И очень часто, если вы будете забирать музыку, скачав ее отсюда и заливая на Ютуб, вам будет прилетать страйк или какое-то ограничение, что вы не можете использовать эту музыку бесплатно. Либо же у вас заберут монетизацию этого видео, либо же в зависимости от того, какого уровня это будет страйк. Могу сразу вам сказать, что много сейчас методов и способов, как пытаются люди обходить. Пятисекундные. Даже за пятисекундные сейчас уже прилетают страйки, кусочки. В чем особенность? Есть целые компании в Америке, которые занимаются тем, что защищают правообладателей музыки от недобросовестного использования. и тем самым создают огромные базы, базы, которые уже при заливке видео проверяют, есть ли в вашем видео какая-то музыка, которая принадлежит не вам, или вы не имеете прав на ее использование. Поэтому тут обходить что-либо не получится. Я могу вам сказать, что очень многие думают, что можно записать голос поверх, наложить еще что-то. Да, иногда получается обходить. Но с совершенствованием сервисов отслеживания музыки, я могу вам сказать, что вам в старые видео будут прилетать страйки. У нас, мы такие страйки к нам прилетали через год после того, как было опубликовано видео. Просто, например, этой музыки на тот момент, когда мы заливали свое видео, не было в базе. Она появляется в базе. По старым слепкам музыки YouTube прогоняет по своим базам, смотрит, есть ли там нарушение прав. Ну, в целом, это как бы не опасно на первоначальном этапе, когда вы делаете свой контент. Но могу сказать, если вы хотите монетизировать свой контент на YouTube, YouTube не очень любит людей, которые нарушают права других пользователей YouTube. Соответственно, не факт, что вы сможете получить с большим количеством страйков, сможете получить монетизацию своего канала. Поэтому это вот такая особенность. Так, возвращаюсь к сервисам быстро, бегло, показываю по платным версиям сервисов. Так, включаю свою демонстрацию. Что рекомендую использовать из платных? Видно, да, наверное? Значит, из платных. Из платных мы используем сервис, арт-лист. Вот, кстати, вот я сейчас нахожусь в браузере. Интересно, откроют он мне или нет. Сейчас видно, открылся сервис. Есть вопрос. Да, да, да. Может, попозже или сейчас можно задать? Ну, если он в тему, давайте, конечно. Что вы делаете в таких случаях, когда приходит бан на аудио? Бан на аудио оспаривать очень сложно. Я вам расскажу, почему. Потому что в большинстве своем, если бан на видео вам указывает, откуда, с какого канала ваше видео могло быть взято. То есть, например, очень большое количество блогеров сейчас используют компиляцию в своем видео. Как-то вставляют, мемасики вставляют, мемасики полностью, частично. Делают им какие-то ремиксы этим мемасиком. С видео можно договориться с автором. Но вы поймите, в чем особенность и в чем, собственно, фишка. Когда вам прилетает страйк, это одно дело. Когда вам просто прилетает предупреждение о том, что вашим видео будет монетизировать правообладатель музыки или видео, то тогда вы в целом ничего плохого здесь не произошло. Просто если вы зарабатываете на просмотрах на YouTube, то вы не сможете в данном конкретном видео зарабатывать на просмотрах. То есть, каким образом вы зарабатываете на просмотрах? У вас есть ваше видео и YouTube в это видео встраивает какое-то количество рекламных блоков в зависимости от длины вашего видео. Собственно, вот эти рекламные блоки и просмотр вот этой рекламы и являются вашей монетизацией на просмотрах. Чем больше ваше видео просматривать, а еще больше, чем больше взаимодействует с рекламой на вашем видео, тем больше вы на этом зарабатываете. То есть, есть огромное количество примеров, когда каналы имеют, например, 5-10 тысяч подписчиков, и при 5-10 тысячах подписчиков каналы зарабатывают больше, чем каналы, которых, например, миллионы просмотров. И особенность состоит в следующем. Если, например, на этот канал пришли очень целевые, ну, какие-то очень особенные, ну, к примеру, что это может быть, например, каналы для вышивания, каналы бьюти-блогеров или еще кого-то, которые приходят исключительно, чтобы посмотреть и что-то потом купить, то есть монетизация этих каналов гораздо больше, потому что владельцы условно-косметики размещают рекламы на видеоблогах бьюти-блогеров, потому что туда приходят направленно потреблять контент про косметику. Собственно, и тем самым монетизация этих каналов гораздо более качественна не на количестве просмотров, а на качестве и переходах по рекламным баннерам или встроенным рекламным интеграциям и рекламным видеобаннерам. Так, что... Есть вопрос. Многие блогеры от Алтана Суранбаева. Многие блогеры используют популярную музыку и, возможно, используют в челленджах, танцевальных практиках. Они тоже платят или же есть список музыки, которые можно использовать именно в популярные песни. Я могу сказать так. Первый момент. Вы можете попытаться поискать эту музыку на SoundCloud, и если вы найдете музыку с пометкой Creative Command 4, так называемая... Вот я вам тоже открою сейчас. Creative Command 4 license, я кину сейчас эту ссылку в мессенджер, и я очень вас попрошу, почитайте внимательно про вот эту лицензию. И, собственно, в целом про эти лицензии. В чем особенность этих лицензий? То есть есть лицензии, которые позволяют, а-ля, вот как у YouTube, с упоминанием, без упоминания, а Creative Command 4 вообще не нужно ничего, никаких упоминаний, бери и пользуй. Такая музыка есть на SoundCloud, но есть особенность. Я, например, не могу вам точно сказать, проверяет ли правдоподобность того, что указана лицензия, например, Creative Command 4 на SoundCloud кто-то еще или нет. То есть проверяют ли, есть ли какие-то сервисы, которые могут подтвердить, да, это неукраденная музыка или, условно говоря, не залитая. И, опять же, тут еще какой вопрос. Например, какой-то музыкант сделал ремикс на материалах, на музыке какого-то исполнителя. Далеко не факт, что он брал разрешение у владельца этой музыки, и он мог просто на свой страх и риск компилировать свой ремикс. И не факт, что такую музыку не забанят. Особенно, если это будет какой-то узнаваемый припев. Поэтому могу сказать, что по поводу танцевальных практик, челленджа и всего остального, могу практически на 90% вас расстроить, что эту музыку будет монетизировать правообладатель. То есть, да, вы ее использовать сможете, но вам придет нотификация в YouTube, в ваш персональный кабинет о том, что эту музыку монетизирует правообладатель. Это 90%. Единственное место, где пока еще с этим нет проблем, это TikTok. Но это очень временно. Пока еще вокруг этого, там они очень нарушают все возможные и невозможные там пока права. Но посмотрим. Я думаю, что со временем будут проблемы. И там. Так, переходим, переходим дальше. Мы используем, вот я открывал свой сервис. Я здесь опять же оставил линк, вы можете по нему переходить. Это линк на вот этот сервис. Почему он мне нравится? Стоимость этого сервиса 200 евро в год. Обращаю ваше внимание, 200 евро в год стоимость сервиса. Но если переложить стоимость этого сервиса и какое количество музыки мы отсюда качаем, и качество этой музыки, и постоянного обновления, я могу вам сказать уверенно в том, что за такую цену я пока не встречал лучше сервиса. Есть сервисы, которые тоже большое количество музыки, тоже большое количество обновлений, но они дороже. Таким сервисом относятся... Вот Epidemic Music тоже покажу его. У него 300 евро в год. А вот я арт-лист обманул даже. 199 долларов. Не евро, а долларов. Вот Epidemic 399. У них тоже достаточно большое количество. Чем мне нравится лицензия арт-лист? У многих сервисов, которые продают доступ к музыке, есть большое количество всяких условий в их коммерческом использовании. То есть, когда ты будешь использовать лицензию... Вот смотрите. Персональная лицензия стоит 13 евро, 120 в год. Персональная подходит для чего? Для безлимитного скачивания, очищенная для YouTube, Facebook, Instagram, отвечает. То есть, вы можете смело использовать. Неограниченное количество просмотров и вьюверов, монетизация на YouTube. 30-дневный триал здесь есть бесплатный. Если говорим про коммерческое, в данном коммерческое о чем говорит? О том, что вы будете использовать это видео и кому-то продавать. Ну, то есть, не в смысле продавать само видео, а продавать результаты труда. Вы сделали заказчику видео и встроили туда музыку. Если за это видео вам заплатил заказчик, то это уже считается коммерческое использование. И если ваш заказчик пожалуется на этот, то у вас могут быть с этим проблемы. И, собственно, это видео могут в том числе забанить и могут вам даже аккаунт забанить. Поэтому, вот видите, тут commercial, опять-таки, использование. Все то же, что входит в персональные, тоже очищено для продакшенов всевозможных, для онлайн-платформ, для безлимитного количества цифровой рекламы. Опять-таки, 30-дневный триал. Ну, и кастомные там какие-то свои. Там уже к кастомным относятся TV-шоу и бродкастинг всевозможный, перепродажа на сервисах. Там уже там ценники, я думаю, совершенно другие. В целом вам, если вы не делаете коммерческого видео для кого-то, а лично для себя, вам может хватить персонального триала вот этого 120 евро. Но я могу сказать, что, почему мы воспользовались в свое время арт-листом, потому что такого ценника не было для... на Epidemic Music и тогда не было этого ценника. Вот, видите, был 156 и больше даже был. Мы в целом довольны, достаточно удобно. Здесь очень часто обновляются видео. Могу его рекомендовать, а там уже вы сами выбираете. Есть также сервис Audio Jungle. Тоже достаточно большой, огромный массив музыки. Тут нет подписки. Я покажу, какая есть подписка у этого сервиса. Здесь вы покупаете музыку или какие-то наборы музыки конкретно за ценником от, как я указал, от 10 до 30 долларов. Здесь тоже можно все, что угодно подбирать. Здесь большое количество качественной музыки. Здесь тоже достаточно часто все обновляется. Но здесь нужно платить за каждый трек. И это, собственно, особенно сложно и больно. Но такое бывает в нашей практике, когда вы делаете проекты и не находите необходимого трека для какой-то коммерческой рекламы или для какого-то своего видео. Вы не находите этого трека. Соответственно, вы идете сюда, покупаете один единственный за 20-30 долларов. Но если это коммерческий, в принципе, ценят 20-30 долларов для коммерческого заказа. Это не какая-то сумасшедшая цена, это подъемные деньги. Что еще могу вам рекомендовать? Вот этот вот сервис Audio Jungle называется он. Этот сервис принадлежит компании InVata. У этой компании большое количество всевозможных площадок для торговли фото, графика и темплейтов для сайтов и так далее. И вот эта компания InVata, она предложила в прошлом или позапрошлом году, у них есть так называемая подписка на 16 долларов, 16,5 долларов в месяц. Они дают доступ к большому количеству графических шаблонов, шаблонов для видеороликов, стоковых фотографий, музыки и так далее. И даже вот есть, смотрите, студенческий доступ. 16 долларов в месяц стоит, рекомендую, перейдите по линку, почитайте, внимательно посмотрите, что в него будет входить. Вот в данном случае здесь входит столько-то шрифтов, векторов, видеороликов, 200 тысяч аудио, фотографий, экшенов, пресетов, ну и так далее, и так далее. Это очень вам может помочь в работе с вашими видео. 16 долларов в месяц, это не так уж и много, тем более многие сервисы сейчас переходят на подписки. Так, это если говорить о музыке. Есть ли еще какие-то вопросы о музыке, скажите? Смотрю себе на второй экран. Нет, тут у меня пока нет. У меня пока нет. Не наблюдаю. Переходим к сервисам, которые связаны с... сервисы, которые связаны с социальными сетями, в данном случае с сервисами, которые связаны с YouTube. Два просто обязательно, просто must-have, два сервиса, которые у вас обязательно должны стоять, если вы ведете YouTube-канал. Это сервис, который называется VidaIQ и сервис TubeBuddy. Они в целом два сервиса очень одинаковых. Я вам расскажу немножко, в чем разница в функционале. Значит, что разрешают эти сервисы делать? Давайте зайдем на любое видео. Я вам зайду сейчас на любое видео. Ну, например, какое-то восстановление пушек. Я думаю, что вы сейчас видите справа у меня этот интерфейс, который появляется после того, как вы заходите, логинитесь, издаете себе аккаунт в этих сервисах. В данном случае вот VidaIQ, вот TubeBuddy. Что позволяют эти сервисы... Лучше записать онлайн-интервью. Окей, сейчас расскажу. Значит, что позволяют эти сервисы делать? Эти сервисы очень-очень-очень вам позволяют хорошо и классно оптимизировать ваши залитые видео. Здесь большое количество подсказок, большое количество функционала и сервиса при заливке видео, большое количество метрик, которые вам нужны для того, чтобы что-то исправлять с вашим видео. То есть, YouTube — это место, в котором вы можете бесконечно обновлять, что-то изменять на своем уже залитом видео. Самые важные метрики и полезности, которые я использую и у одного, и у другого сервиса. Во-первых, я пользуюсь сервисом тегов. Есть у этих сервисов и платные, и бесплатные версии. Я пользуюсь двумя сервисами бесплатно, но у них есть платные версии. Расскажу, в чем там их отличие сейчас. Значит, я использую теги. Теги... Очень важно попытаться попасть в рекомендованное по тегам. То есть, если вы залили видео на какую-то тематику, вы хотите, чтобы в подобных видео ваше видео тоже показывалось. Я очень часто подсматриваюсь за конкурентами, смотрю, какие теги они используют, смотрю, как они описывают заголовки, смотрю, как выглядит их SEO. То есть, я смотрю, насколько они заморачиваются заморачиваются или не заморачиваются. То есть, что в данном случае подразумевается под SEO. Это набор всех факторов, которые используются для заполнения. То есть, есть ли заголовок, есть ли в заголовке ключевые слова, есть ли ключевики в описании видео, есть ли карточки, есть ли понечные эндскрины на YouTube, где-то шерили ли это видео, какое количество раз этим видео поделились. Могу вам сказать уверенно в том, что YouTube – это в первую очередь про то, что вашим видео должны где-то делиться. Только на YouTube набрать просмотры невозможно. Ваши видео должны шерить. Поэтому нужно очень внимательно и качественно думать над тем, кто и как будет шерить ваше видео и делать видео именно для этих людей. Здесь также можно посмотреть, у меня сейчас не авторизирован Facebook, но он у меня постоянно отваливается почему-то у этого сервиса. Или отваливается, или он платный. Какое количество, вот по тегам, какое количество, какое место занимает этот тег, вот, например, light restoration, light restoration – это восстановление зажигалок, какое место это видео при поиске на YouTube занимает. То есть, если я ввожу в поиске light restoration, то это видео занимает седьмое место в выдаче. Соответственно, здесь очень можно и важно, и нужно вписывать такие теги, которые являются достаточно частотными, и вы попадаетесь хотя бы на первой, второй странице. Ну, потому что объективно вы сами прекрасно знаете, когда вы что-то ищите на YouTube, чаще всего, чаще всего, там, дальше второй, третьей страницы в поиске никто не идет, а чаще всего даже и после первой уже никто никуда не идет. В чем разница этих двух сервисов? Они в целом по функционалу достаточно идентичны. Разница их в следующем. У сервиса TubeBuddy, вернусь к своей презентации, у сервиса TubeBuddy есть одна определенная интересная особенность, в платной версии только. В платной версии у TubeBuddy позволяет делать АБ-тесты картинок и заголовков. Что значит АБ-тесты картинок и заголовков? Ну, то есть в тот момент, когда вы залили контент какой-то, вы создали заголовок, считаете, что он самый лучший на планете, точно так же вы считаете, что у вас самая лучшая картинка, но решили в какой-то момент посомневаться, зайти на свой канал и увидели, что, ну, например, есть видео, которое можно переоптимизировать и попытаться попасть в существующий хайп или какую-то волну, которая есть вокруг какой-то темы. Ну, например, когда вышел сериал о Чернобыле, если вы помните, то все видео, которое на YouTube было залито и качественно оптимизировано под Чернобыль, снова люди ломанулись на YouTube и снова начали пересматривать, что же там произошло, начали смотреть блогеров, недели, наверное, четыре, а то и больше, на YouTube снова видео, которое было залито там во многих случаях и год и более назад, снова получили просмотры. То есть чем качественнее вы готовы к тому, чтобы YouTube вас рекомендовал, тем лучше. Соответственно, АБ-тесты позволяют проводить тестирование. То есть вы одному и тому же видео даете два заголовка и, например, две картинки. YouTube сам выбирает, он в одинаковой пропорции 50 на 50 показывает видео сначала с одним заголовком и картинкой и вторым заголовком и картинкой. И тем самым он смотрит, на какой заголовок и картинку люди больше кликают. Тем самым показывает вам, что CTR, или как его называют еще, CTR, видео, CTR этого видео выше. То есть, например, вы ставите новую картинку и новый заголовок, и на него стали лучше кликать. И качество, соответственно, количество просмотров вашего видео будет увеличиваться. И вам очень удобно этим пользоваться будет и полезно. Единственный минус в том, что у них еще есть у этих сервисов рекомендации тегов. Они достаточно не супер качественно работают с кириллицей. Сомневаюсь в том, что будут работать на ваших родных языках тоже качественно. Поэтому не могу его рекомендовать в платную версию. У меня был в платной версии и один, и второй. Несколько месяцев я был на TubeBuddy, и месяц я был на VidIQ. Не могу сказать, что они бы прям мне помогли с оптимизацией. На тот момент у TubeBuddy не было оботтестирования. Сейчас оно появилось, но это удобная штуковина. Ей бы я хотел попользоваться. Но пока нет необходимости. Что еще удобного? Можно анализировать конкурентов, можно создавать листы по конкурентам, можно создавать чек-листы заливки. Вот в данном случае покажу тоже на видео. Вот, например, в данном случае здесь это базовый чек-лист. Video Optimization Checklist. Это чек-лист, который вас заставляет проверить, все ли вы заполнили. Есть у вас заголовок, есть теги, есть описание, есть карточки, есть эндскрин, есть шерили на Facebook, нет, не шерили, шерили на Twitter, нет, не шерили, и открыли публичный доступ, да, шерили. Собственно, вот по этому чек-листу. Эти чек-листы вы можете делать своими кастомными, вы можете добавить все, что угодно, все, что вы считаете важным для заливки. Это тоже достаточно удобно. Это такой продюсерский центр, я бы сказал, для YouTube. Там совершенно большое количество и постоянное количество ресурсов и сервисов, которые у них есть, растет. Поэтому рекомендую пользоваться. Тем более в бесплатной версии много чего полезного есть. Также показывает, какое количество просмотров в минутах, какое количество в день, в месяц и так далее. Теги каналов вам, может быть, можно подсматривать теги каналов именно не у видео, а у канала есть еще описание и теги. Собственно, достаточно удобный инструмент. И плюс, когда вы начнете заливать видео, у вас еще большое количество функционала, всяких темплейтов на end-скрины. Если вы знаете, что такое end-скрины, это финальные видео, финальные всплывающие окна, которые появляются в самом конце видео, которые, например, посмотрите еще вот это видео, и там вот можно конструктором этим пользоваться. Собственно, там можно делать темплейты даже. То есть вы заранее делаете темплейты переходов на плейлисты или еще куда-то. Собственно, оба бесплатные, но оба устанавливаются. Есть определенная особенность, когда вы регистрируетесь на сайтах, потом вам нужно будет для Chrome, в данном случае у меня для Chrome, скачать приложения, которые будут, вот у меня TubeBuddy на Chrome и VidIQ, которые, собственно, и будут встраивать вот эту панель у вас в видео. Есть вопрос. Есть вопрос, да. Я бы даже сказал не вопрос, а пожелание. Да. Вы вот по свету рассказали. Расскажите, пожалуйста, по звуку. Лучше записывать онлайн-интервью, комментарии экспертов и так далее. Значит... Я думаю, в целом по звуку, да? В целом по звуку, да, тоже давайте пробегусь. Значит, что мы используем по звуку? Мы по звуку использовали петли, мы использовали Sennheiser. Сейчас мы для нашего блога используем исключительно пушку. Используем мы пушку RODE компании. Стоит она там порядка 100 долларов. Чем она нас устраивает? Собственно, а, еще мы используем не просто RODE, мы еще используем микшер по звуку. Так, ну, микшер я сейчас быстро не найду, но тоже его смогу скинуть. Пытаюсь сейчас быстро вспомнить производителя. Не вспомнят. Значит, микшер, который позволяет нам сразу же... позволяет нам сразу же записывать несколько источников звука. То есть, например, несколько микрофонов, пушку и, например, петличку. Ну, и тем самым управлять записью тем источником звука, который придет в камеру во время съемки. Ты подожди, подожди, какая же петличка? Мы про карантин говорим. Да, я просто про это и говорю. Я про это и говорю, что, собственно, почему мы используем этот микшер. Если говорить про запись кого-то в... Если говорить про запись в Zoom, то я вам могу сказать, что в целом любой монтажный сервис Premiere Pro, Sony Vegas... Кстати, даже вот тот сервис, который я вам показывал, Monosnap, он тоже пишется звуком. Вы просто указываете звук компьютера, он тоже будет записываться звуком. Тут есть одно но, что качество этого звука будет зависеть от двух факторов. Первый фактор – тот микрофон, в который будет говорить ваш собеседник. То есть, если он будет говорить какой-то качественный звук, ну, хотя бы там, не знаю, AirPods iPhone или просто любой микрофон, который вот рядом висит у него на наушниках, это будет качественный звук. Если звук будет записываться напрямую с ноутбука, очень часто звук может попасть, там, шум вентилятора ноутбука и так далее. То есть, очень важно в этом случае тогда просить собеседника записываться через наушники или через качественный микрофон с наушников. Чем записывать? Ну, самый простой вариант, вот я сказал, Monosnap можно писать. Более сложные варианты, Adobe Audition, ну, любой сервис, который может записывать звук. Если онлайн-сервисы, я могу сказать, что я ими не пользуюсь, онлайн-сервисами для записи. Вот я вижу, что спрашивают кинемастер. Кинемастер может писать звук, но это будет достаточно сложный вариант. То есть, вы теоретически включите в кинемастере звук и подложите его, например, к ноутбуку, да? То чувствительность микрофона, телефона будет достаточно большой, и он будет записывать жужжание, гремение. Вот вы там рукой по столу поведете, он все это запишет. Это будет самый плохой вариант. Самый лучший вариант – лучше писать через наушники. Лучше вы ничем не запишите, потому что, собственно, в звуке суперважно – это чувствительность и качество самого микрофона. Плюс нужно еще понимать, что через интернет это видео будет сжиматься, там тоже будут какие-то потери звука. Но в целом, если вы увидите все… Да, кинемастер платный. В целом, если вы увидите… Если вы видите большое количество сейчас стримов, которые происходят, или просто записей стримов на YouTube, ну, все пишут через наушники, никто дополнительно сверхмикрофона не использует. Если он у вас есть – это супер. Если его нет, то вы тут в данном случае… Movavi, да, по-моему, у Movavi тоже есть запись в компьютерной версии звука. Я сейчас не вспомню. Ну, по-моему, есть. Ну, это достаточно банальная функция для записи, то есть она стандартная должна быть. Опять же, обращу внимание, что тут зависит от того, какой микрофон использует ваш собеседник. То есть если себя вы еще кое-как хорошо запишите, из хороших вариантов, как можно писать звуки, много таких сейчас вижу на YouTube, сервисов, не сервисов, а обзоров. Это когда, например, к какому-то телефону подключают качественную петличку. Качественную петличку там стоимостью хотя бы вот 50… Точнее, даже не петличку, а просто маленький микрофончик. В данном случае очень хорошее качество записи у айфонов, например, которым можно подключить внешний микрофон, и он ее еще лучше запишет. Тоже это могут быть петлички и рот, и боя, и сарамоник. Вот, кстати, сарамоник. Мы используем микшер сарамоник, он как бы уже второй год… И это уже второй сарамоник, даже лучше мы купили. Самый бюджетный вариант – наушники с микрофона, с гарнитурой, но я могу вам сказать, что если это самый бюджетный микрофон-наушники, то лучше не стоит. Берите наушники и микрофон от телефонов. Они уже претерпели гораздо большое количество всяких технических инноваций. Телефонные компании производительных смартфонов бьются за качество звучания, соответственно, они… Это не наушники, которые куплены за 10 долларов в интернет-онлайн-магазине, которые такие огромные лопухи. Это очень плохие микрофоны. Не берите их. Тем более, это микрофоны, которые требуют чаще всего два входа для записи. Два входа. Один для наушников, один для микрофона. А это как раз на ноутбуке чаще всего проблема, если у вас нет внешней карты. Поэтому это всегда минус. Так, переходим дальше. Переходим дальше. Вот еще один сервис для соцсетей. Расскажу, чем он полезен и почему мы его используем. Этот сервис позволяет… Этот сервис называется Linkin Bio, но этот сервис, производитель – это компания Later. Это просто их, скажем, один из продуктов. Вообще компания Later работает с тем, что позволяет вам управлять вашим Инстаграмом и социальными сетями вашими. Ну, в данном случае, Инстаграмом. Почему мы используем Linkin Bio? Потому что в нем можно настраивать автопостинг вашего контента. И самый важный момент в том, что в нем можно использовать активные линки. Что подразумевают под собой активные линки? Вы знаете проблему Инстаграма. Захожу сейчас в наш Инстаграм. У Инстаграма есть вот такая особенность. Когда вы заливаете какое-то видео туда, то есть у вас под это видео вы не можете никогда скинуть активный линк, например, еще куда-то на свой сайт или еще куда-то. Эту проблему решает Linkin Bio. Вот мы создали себе аккаунт. Стоимость этого аккаунта… Дай бог памяти. Что-то порядка. Давайте глянем. По-моему, 7 или 8 долларов в месяц стоимость этого аккаунта. И этот аккаунт я очень вам рекомендую именно купить, если вы работаете с Инстаграмом. Вот что он позволяет сделать. Мы создали себе аккаунт в Linkin Bio. Он открывается вот так вот отдельно, скажем так, сайтом таким открывается. И все наши материалы становятся кликабельными. То есть мы мало того, что себе в заголовок можем делать ссылку кликабельную, супер важно. И мы еще можем… Вот, например, был у нас материал, допустим, там вот про медиков. Все, мы нажимаем на картинку, нас переводят автоматически на наш сайт. Это очень удобная штуковина для работы с активными линками. Не факт, что в ближайшее время у Facebook появится желание добавлять в Instagram активные линки, поэтому это решает очень серьезную проблему. Плюс тот момент, когда мы еще начинали пользоваться этим сервисом, этот сервис позволял делать автопостинг видео. Очень большая проблема, когда вы работаете и пытаетесь найти какой-то сервис, который заливает контент во все социальные сети. Там, например, вот вы залили в этот сервис и он залил там в Facebook, Twitter, Telegram и всюду-всюду. То с видеопостингом были всегда большие проблемы. Я думаю, что сейчас уже у многих нет проблем, но раньше они были и LinkedIn.bio это был первый сервис, который, ну, по крайней мере, в моей практике, сервис, который позволял заливать видео. Но у Instagram это все равно особенность Instagram, а не сервисов. Instagram все равно требует подтверждения через телефон. То есть у вас происходит, вы запланировали публикацию какого-то видео, проводите его публикацию и в определенный момент вам в телефон прилетает нотификация, вы хотите публиковать в Instagram, вы просто это подтверждаете через телефон. SMM Planner пробовал, пробовал еще, могу вам сказать, вот я еще про Publbox могу рассказать, и Planner, и Publbox использовал, но на тот момент, когда мы пользовали Planner, так как наш основной контент был видео, тогда SMM Planner не давал возможности напрямую публиковать видео, потом у них появилась, по-моему, возможность через еще нужно было второстепенный сервис покупать и только потом публиковать, и все равно вы опять же упираетесь в то, что вам нужно через телефон подтверждать этот постинг. Да, сейчас уже очень много сервисов, ну то есть я говорю о том, что мы стартовали это более, там почти три года назад, и очень сложно уходить на какие-то новые сервисы, но я периодически заглядываю во все вот эти. Publbox один из тех, которых я тоже пользовался, он тоже позволял постить потом уже в YouTube, в видео. И чем мне понравился Publbox, сейчас попытаемся перейти в него сюда быстро. Чем мне нравился Publbox, если вы вообще ничего не знаете, о, не работает, видите, у них упал сервер, прикольно. Чем мне нравится Publbox, что у него есть возможность создания автоматических контент-стратегий. Есть ли смысл полностью заливать видео на ТГ-канал? Нет, нет смысла полностью заливать видео на ТГ-канал, я бы даже вообще вам задал очень внимательно обратил ваше внимание на то, что Телеграм это достаточно сложная площадка, Телеграм это площадка, которая не каждый понимает, как ее монетизировать, то есть каким образом ее нужно же не просто вести, вы тратите на это время, вы хотите что-то, какой-то выхлоп из этого. Это площадка, которая достаточно капризная, сейчас количество каналов, на которые вы подписаны, тоже увеличивается, так же, как и в социальных сетях, и вы перестаете, например, вас мутируют, вы перестаете появляться у ваших подписчиков, то есть очень важно следить за тем, как читают вас, то есть какое количество открытий вашего материала, но заливать видео в Телеграм вообще не советовал, если вы зальете видео в Телеграм, есть два минуса, минус то, что это видео может просмотр получить, например, на той площадке, на которой вы заливали, то есть вы залили на YouTube и скинули туда линк, ваш YouTube получит переход и получит просмотр, а так у вас этот просмотр останется просто в Телеграме и в целом-то, если так посмотреть, Телеграм-каналами, ну, по крайней мере, у нас в Украине, да, это очень нишевый продукт и им сложнее делиться, то есть как бы, да, это уже очень неплохой такой сервис, но им сложнее делиться. В данном случае, если вы хотите, что вашим сервисом делились везде как можно больше, то тут нужно придумать стратегию, то есть мы, например, когда начинали свой Twitter, даже пробовали, мы сначала заливали видео с YouTube, а линк кидали в Twitter и отдельно в Twitter, у нас сработало лучше, что у нас на YouTube не переходили, в Twitter смотрят, и в Twitter у нас прям, ну, могу сказать, что у нас есть месяцы там по миллиону просмотров. Да, и Телеграма, есть ограничения по количеству видео, плюс нужно помнить, ребята, еще о чем, когда кто-то смотрит ваше видео на телефоне, это видео скачивается к нему на телефон, и если вы когда-то станете проблемой для человека, который смотрит ваше видео, то есть, например, он поймет, что большое количество видео скачивает ваше, и оно занимает место на его телефоне, он просто от вас отпишется, он на вас обидится, и это видео всегда хранится во входящих, собственно, вы отбираете у ваших же читателей место на телефоне, они вас не очень сильно будут за это любить, но это такое мое внутреннее ощущение. Так, двигаемся далее, идем дальше по сервисам. Не знаю, пользуетесь ли вы Твиттером или нет, можете, в принципе, написать мне плюсики-минусики. Мы пользуемся Твиттером, это у нас очень крутая площадка, большое количество мужской аудитории сидит там, это в Украине у нас это айтишники, мужчины, 25-60 лет, это своя каста, очень крутой канал для продаж, может быть, для сервисов и для компаний, которые почему-то не очень серьезно к нему относятся. Так вот, вот этот Твиттер Дэк, это сервис, который позволяет, это, собственно, сервис от Твиттера, тоже вам его покажу, он позволяет управлять вашими публикациями. Он позволяет управлять вашими публикациями, здесь можно создавать, можно давать доступ к этому Твиттер Дэку команде людей, вы можете увидеть здесь создавать свои дешборды, то есть, например, вот вы можете следить за каким-то словом, в данном случае тегом. Особенность Твиттера в том, что, собственно, Твиттер это место, где были придуманы вообще теги. Вот представьте себе, я вчера специально отсматривал теги, которые вот сейчас популярны. Вот в Твиттере на сегодняшний момент Путин, Украина, правильно, COVID-19. Это количество упоминаний этих слов в Твиттере, но в данном случае в Твиттере нашим шутам. Могут быть другие. Вы можете следить за какими-то тенденциями, можете отсмотреть, например, там, не знаю, любое другое слово, словосочетание, или тег, который популярен в вашей стране или в вашем регионе. Вы можете здесь же отвечать, общаться, здесь можно создавать всевозможные колонки, которые там тренды, лайки, упоминания, личка, то есть как бы это такой удобный сервис, плюс он позволяет работать с доской отложенных публикаций. То есть мы его в первую очередь используем за то, что можно здесь запланировать большое количество публикаций заранее, и просто они потом в нужное время выйдут, и ты за ними просто понаблюдаешь. Это суперудобно, особенно когда работает большое количество людей в команде. Так, переходим далее. Так, переходим далее. Следующий раздел аналитики, так как я глава отдела цифровых технологий и аналитики в том числе, и занимаемся и рекламными кабинетами, и Facebook, и Google, и, собственно, всевозможными технологиями, вообще связанными с медиа в первую очередь. Для меня это было удивлением, что многие, кто ведут Facebook страницу, например, не знали про такой сервис. Называется он сервис Audience Insight. Это сервис, который есть у вас в вашем бизнес аккаунте, или не аккаунте, аккаунте страницы. Что этот сервис позволяет делать? Тоже сейчас на него перейду, покажу. Это сервис, который позволяет вам в первую очередь понять, кто подписчики вашей страницы. Здесь вы можете выбрать Здесь вы можете выбрать свою страницу, выбрать свой регион, выбрать свой регион и понять, кто читает конкретно вашу страницу и более подробно пойти по деятельности этих людей. То есть увидеть, какая кора аудитория у вашей страницы, увидеть их поведенческие всевозможные карты, понять, кто они по образованию, что популярно в вашем регионе, также посмотреть, какие страницы еще вашей аудитории нравятся, то есть что они еще, какие журналы, сайты, компании, передачи. Также можно будет посмотреть, какие конкуренты у вас еще подрастают, можете посмотреть, где находится ваша аудитория, в какой стране, в каком городе, на каком языке они говорят. В данном случае здесь указан, скорее всего, язык интерфейса и какой деятельностью, то есть в данном случае поведенческие аудитории в вашей странице. То есть, например, читатели вашей страницы достаточно активно нажимают на рекламу, читатели вашей страницы очень часто лайкают посты, читатели вашей страницы лайкают страницы другие. Соответственно, вы можете посмотреть, на каких устройствах, то есть как бы по устройствам достаточно активно изменяется ситуация всегда. Рекомендую вам очень сильно этот интерфейс. Я думаю, что вы зайдете и очень… да, 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 увижу, что нам завершить. Мы уже, кстати, не так уж и много осталось интерфейсов. Вы сможете по-другому посмотреть, как выглядит ваша страница. Следующий сервис тоже достаточно быстро покажу. Social Blade он называется. Это сервис, который позволяет анализировать вообще все, что только возможно. Во-первых, вы можете выбрать любую платформу и посмотреть, понаблюдать за любой страницей, за Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok или чем угодно вашего конкурента. Это, конечно, будут недостаточно, например, это будут достаточно ограниченные в том смысле, что это не прям все инсайты и вся прям скрытая информация, которую вы не можете узнать. Но, тем не менее, вы сможете узнать, какое количество просмотров, какое состояние этого аккаунта, количество подписчиков, как его читают, сколько смотрят, как растет и изменяются его подписчики, как смотрят, что смотрят. Ну, это суперудобно для тех, кто занимается аналитикой и понимает, как ее можно использовать во благо. Я очень рекомендую, в том числе, потому что здесь большое количество аккаунтов, которые вы можете отслеживать и смотреть. Так, переходим к всячине. Что я сюда внес? Это то, что вам может обязательно понадобиться. Первую всячину я ее, к сожалению, сюда не внес, но вот в момент старт мероприятия решил добавить. Я не знаю, пользуетесь вы или нет, особенно если вы пользуетесь в команде, я очень вам рекомендую. Есть сервис Trello, так называемый, это доски для управления проектами. Очень удобный сервис, который позволяет управлять вам проектом в формате Kanban досок. Kanban доска, это, ну, чтобы вам было проще понятно, условно говоря, раньше так. Ну, простите, раньше так люди постили свои задачи вот на таких вот досках и, собственно, управляли. То есть у этих досок можно создавать какое-то состояние. То есть, например, можно, например, вы создаете видео, вам для видео нужен сценарий, съемка, монтаж, озвучка. Да, это список заданий, которые вам нужны в работе находятся. Например, вот вы взяли сценарий, перенесли его в работу. У этой карточки, у этого задания может быть много участников, могут быть какие-то метки. Опять же, здесь могут быть чек-листы, здесь можно делать какие-то вложения картинки. Здесь можно создавать шаблоны, выставлять сроки выполнения. Ну, короче говоря, это полноценное управление проектом, особенно если вы работаете в команде. Это просто вот прям must-have. Также я еще не внес сюда сервис Slack, которым мы пользуемся для внутренней переписки в команде. Очень рекомендую, если вы работаете не один, это сервис, который позволяет в одном месте, скажем так, корпоративный мессенджер, суперудобный в нем. Да, и супербыстро показывает тогда бегло, потом посмотрите сами. Для GIF-оптимизации, если вам будет нужен сервис, тоже заглядывайте. GIF-оптимизирует очень хорошо, качественно ваши GIF-ки. Сервис, который позволяет качественно суперсжимать картинки, очень рекомендую. Serpstat, это если вы занимаетесь аналитикой сайта, и SimilarWeb, это тоже, если вы занимаетесь аналитикой по сайтам, очень рекомендую. Здесь тоже можно подсматривать за конкурентами. Это если бегло. Вопросы. Вот я вижу, что у нас остается всего минут 20. Я думаю, что, может быть, в этом моменте будет больше вопросов. Есть ли онлайн-сервисы для приложения наложения титров? Я могу сказать так. Да, они есть, я ими не пользуюсь. Расскажу вам, почему. Эти сервисы все равно будут платные. Купите профессиональную программу, купите, не знаю, хотя бы премьеру и все. И вам будет этого достаточно для того, чтобы титровать. Нет смысла в онлайне титровать? Расскажу, почему. Потому что видео сейчас весит очень много. Вы будете тратить просто сумасшедшее время на то, чтобы залить туда это место. Ну, то есть, условно, представьте себе, вы монтируете видео, особенно если это блок. Вы туда зальете там, ну, не знаю, очень скромно, 50 гигабайт. Вы представляете, сколько времени вы будете заливать 50 гигабайт в облаке? Не факт, что этот сервис вам позволит 50 гигабайт видео даже хранить. Потому что возникнет вопрос о том, что, ну, каким-то образом вам нужно эту информацию там потом еще обрабатывать и хранить. Плюс, опять же, мы не знаем, какой сервер там будет обрабатывать ваше видео. Насколько быстро это произойдет, насколько быстро он отрендрит полученное видео. Поэтому не рекомендую монтировать в облаке. Ну, онлайн это странно, очень странно будет. Вопрос, планируете ли вы заводить TikTok-канал? Могу сказать, что сейчас мы зашли туда, посмотрели, пощупали. Пока нет. Для нас это не формат. Я могу даже сказать, что у нас для наших caption-видео даже YouTube для нас не формат. То есть, наши видео занимают всего там 30-90 секунд. Они достаточно, ну, специфические, как для YouTube, уж точно. Для TikTok мы пока еще не нашли формат, в котором наши видео на TikTok были бы много. Ну, тут я дополню, потому что, да, потому что мы думаем о TikTok уже, ну, с полгода точно. Да, действительно, caption-видео там, как бы, не очень форматный. Мы думали о том, чтобы наши потенциальные герои кепшенов могли быть, могли сами производить такой контент, да, сами его снимать, и мы бы выкладывали в TikTok, ну, контент адаптированный под эту платформу, да. И это было бы интересно, я думаю. Особенно в Украине украиноязычный TikTok пользуется большой популярностью, да, и, ну, это могло бы стрельнуть. Единственное, что, идея у нас такая есть, единственное, что мы пока ищем, поскольку это потребует большой координации, да, то есть нужны будут менеджеры, которые будут координировать съемки, да, таких коротких роликов, да, и их надо будет делать в большом количестве достаточно, то есть каждый день несколько выкладывать хотя бы, то мы пока, у нас есть эта идея, но мы ищем, грубо говоря, под нее финансирование пока. А по поводу World Wide на английском сегменте, не планируем World Wide точно, потому что вряд ли мы потянем на World Wide производить классный контент для всего мира. Я не думаю, что сейчас Украина будет интересна всему миру, ну, прям вот взять и открыть целый канал. Думали уже много раз, поступали предложения делать переводы наших видео для диаспоры, но пока, если честно, мы в раздумьях. Прямо таких вот планов на ближайшие полгода у нас точно нет пока. Спасибо, были рады всех видеть имена всех вас на этих черных плашечках, почитать вас, да. Если что, обращайтесь, пишите, мы всегда рады помочь. Я был очень удивлен фактом, что у вас запрещены дроны у кого-то из вас, но, тем не менее, всегда можно искать выход, даже в таких сложных законодательных ограничениях. Удачи, друзья! Держитесь, пандемия не так страшна, как ее молюют, особенно если соблюдать все меры безопасности. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Всем пока.